Рождественский пост Все-таки, на мой взгляд, он более такой сбалансированный. Где-то мне напоминает средиземноморскую диету. В принципе, хороший рацион питания для большинства людей. Некоторые палки перегибают, конечно, во время поста. Но, знаете, наверное, можно все это дело смягчить, и тогда все будет прекрасно. Ну, например, ограничивается употребление животных белков. Ну, с одной стороны, это хорошо кому? Тем, у кого есть подага, тем, у кого есть хроническая почечная недостаточность. Тем, у кого есть солевой диатез, когда в лоханках почек лежат ураты оксалаты. Конечно, немножко ограничили белки животные, и в этих ситуациях стало полегче. Ну, то, что ограничиваются молочные продукты, вот тут я не совсем согласен с этим. Потому что, когда ограничивается молоко, ну, молоко это основной источник кальция. Овощи, фрукты, каши не заменят. По кальцию молоко. Если мы не даем молочные продукты, значит, сразу обостряется остеопороз. То есть, все пожилые люди будут почувствовать свои суставы. Почувствуют позвоночник. Там могут появиться боли. Могут участиться патологические переломы. Да, у одного конкретного человека нет. А в массе в стране, да. Ортопеды-травматологи после окончания поста заметят такую тенденцию. Ну, кариес. Зубы тоже. Кости. Им тоже нужен кальций. Нет кальция, будет кариес. Дети. Детям нужно расти. Расти, им нужно строить свой скелет. Скелет нужно строить из кальция. Кальция нет, из чего дети будут расти. То есть, тут такой, знаете, вот интересный момент. Да, я понимаю, свежее молоко плохо переваривается. Прекрасно. Есть кисломолочные варианты. Простокваши, йогурты, кефиры. Пожалуйста. Можете использовать. Не вопрос. Тем более, почему это не стоит делать? Ну, яйца тоже ограничивают, кстати. Ну, с одной стороны, да, животный продукт. Но животный продукт чистый. Мясо, я понимаю, почему ограничивается. Яйцо отфильтровалось курицей или там перепела. То есть, это чистый продукт питания, который, в принципе, нормально, хорошо. Я понимаю, весной нужно ограничивать, да. Потому что отняли у курицы яйца. Нет воспроизводства, нет цыплят. Осенью ограничивать яйца, на мой взгляд, неразумно, нерационально. Почему? Потому что курица еще, ого, зимой ей тяжело выращивать цыплят. Потому что подножного корма не. Она вынуждена будет кормиться тем, чем даст ей хозяин. А летом великолепно, весной свежая травка, свежая зелень, цыплята великолепно разовьются. Поэтому на зиму не стоит, на мой взгляд, ограничивать яйца. Тем более, что, в принципе, сезон-то у нас не очень теплый. Впереди зима, впереди холода. А теплотворную способность максимально имеют белки. Если мы резко ограничиваем животные белки, то, естественно, мы должны увеличить растительные белки. Как-то нужно компенсировать белковый голод. Ну, славяне имеют несколько источников белка. Да, там горох, фасоль, бобы. В принципе, они частично могут попробовать заменить. Но, все-таки, когда уже и горох, и фасоль полностью сформировались, когда это не молочной спелости, у нас нет таких сейчас. Когда это не в стручках, а когда уже сформировался фактически семя, здесь возникает проблема. Там лежат антиферменты. Это растение делает специально для того, чтобы мыши не съели. Не задумывались, почему мыши не едят горохи, фасоль и бобы? Потому что они понимают, там антифермент. Съел, не переварился белок, скучило живот, и мышка погибла. Не может мышка глотнуть какой-то поглощающий газы препарат, не побежит она в аптеку. Там, хотя бы за активированным углем или за чем-то похожим. Поэтому она этого не ест. Если ваша пищеварительная система не переварит эти источники белка, вместо аминокислот для ванной системы, вместо аминокислот для строительства клеток, для восполнения тех утрат, которые там были, вместо аминокислот для развития мышечной ткани, вы получите продукты гниения из кишечника, которые лупанут в печень, лупанут в почки, окажутся в суставах, обострится мастопатия, обострится фибромиома, обострится узловой токсический зоб, у мужчин может обостриться простатит, то есть куча проблем. Из-за просто банального вздутия живота, когда вы вложили туда источник белка, который у вас не может перевариться, потому что он вам не привычен. Во-первых, может быть он новый для вас, а во-вторых, он может количественно вам не привычен. Если вы взяли немножко гороха, съели ферментов потила, съели порцию, все. Вздутие, огурчание, микрофлора порадовалась, а у вас потом плохое настроение несколько дней. Поэтому мне кажется, тут не совсем это хорошо. Ну и что еще ограничивает рождественский пост, это употребление жиров. Да, я понимаю, количественно, может быть, кому-то и стоит их ограничить, но все равно в приеме пищи жиры должны быть, потому что это единственный естественный раздражитель для желчного пузыря. Для того, чтобы сокращался желчный пузырь и хорошо работала печень. Иначе, как только вы ограничиваете, принимаете растительное масло там 1-2 раза в день, у вас очень приличную часть времени идет застой желчи, в желчном пузыре растут камни. Да, вы соблюдаете пост и создаете проблему для хирургии-гипотолога, чтобы он потом удалял вам желчный пузырь вместе с выросшими камнями. Я думаю, что не стоит так делать. Все-таки чайная ложка жира в большой погоде не застроит. Есть, то есть, по большому счету, сейчас вот рождественский пост делался для того, чтобы люди, ну, скажем так, не слишком роскошествовали на том урожае, который они собрали. Чтобы они экономно его расходовали, и чтобы его хватило до весны. Поэтому тут нужно не столько уменьшать качественно рацион, сколько сокращать количественно. Вот это да. Тут согласен на 200%. Обжорство, в принципе, никогда не приветствовалось ни церковью, ни врачами-диетологами, ни врачами других специальностей. Поэтому скромнее рацион и длиннее ваше жизнь. И короче ваши больничные листы. Почему? Потому что, если вы сократили белки, перевели на те, которые не перевариваются, не переварились, вы их сократили, и пошли на белковое голодание фактически. Если вы резко сократили жиры, у вас остается из источников энергии только один углевод. Вы вынуждены переедать углеводистую пищу. Вы вынуждены есть больше каши, есть больше макаронные изделия, хлеб, есть больше овощей, фруктов. Ну, последние две позиции к осени начинают постепенно сокращаться, поэтому тут не сильно пороскошествуют. И остается что, каши да хлеб. Это что, такая супер хорошая диета получилась? Не думаю, что это принесет много пользы для вашего здоровья, тем более, что, если так вот идти по такому пути, то из рождественского поста выпадает сразу 15% населения это больные с сахарным диабетом первого и второго типа. А им это уже неплохо было бы разгрузиться, особенно если есть избыточный вес. Они могли бы посидеть на посту, правильно посидеть на посту, немножко сбросить вес, сбросить уровень холестерина. Поберить свои сосуды. Поэтому, если у вас есть диабет 2 типа, да, вы можете позвонить, контакты вы видите. Можно отредактировать рождественский пост так, чтобы он не вредил вашему сахарному диабету, а наоборот помогал. Уменьшалось, в самом случае, осложнение сахарного диабета. Что еще в данном случае может быть? Ну, такие резкие изменения рациона, если вы не просто стали скромнее порцию вводить в свой организм, а резко изменили рацион. Если ферментные системы не справились, брожение и гниение в кишечнике, то есть газообразование, это говорит не о том, что вы не вы пищу переварили, а бактерии. Как минимум, дисбактериоз в кишечнике будет. А если вы еще будете упор делать на сырые, овощи и фрукты, то без термической обработки в ваш организм легко попадут еще и глисты. И сложно будет определить, вздутие живота вызвали патогенные бактерии или глисты заверись, с которыми потом придется справляться. Кстати, если вы после лета глистов еще не удаляли, контакты вы видите, можете обратиться. Вы знаете, неплохо было бы удалить паразитов зимой, почему? Потому что пища как раз хорошо для этого способствует. И, конечно, тут нет привязки к посту, то есть, в принципе, это на славянском пространстве хорошо бы делать хотя бы два раза в год. Поэтому, если вы давно не делали, у вас есть повод заняться чисткой своего организма, я вас уверяю. Это принесет очень хорошую пользу вашему организму. Когда вы будете просто своевременно удалять паразитов и кушать самостоятельно пищу. Не с ними делиться, потому что вы бросили в кишечник, а в кишечнике как раз гады и сидят. Они кушают в первую очередь вам объедки с их стола до испражнения. Не витаминные, а токсинные. Поэтому так лучше не делали. Что еще я бы советовал использовать? Ну вот, пост предлагает использовать морепродукты. Но предлагает использовать всего два раза в неделю. Знаете, если бы было бы тепло, я бы сказал, вы знаете, хватит, наверное, двух раз в неделю. Помните, в советские времена вторенький четверг, рыбные дни. Я думаю, что это где-то был отголосок православных постов. Но, у нас сегодня холодно. Вам нужно тепло. Если вы с утра не забросите какой-то источник животного белка в свой организм, организм выйдет на улицу неподготовленным, и вы можете пострадать. Вы можете пострадать, ну, как минимум, от выражения. А в перспективе это еще и падение иммунитета. Поэтому, тут такой вариант тоже возможен. Видите, уже кто-то не дождался, звонит мне по скайпу, ничего, я потом с ним свяжусь. Вот, он хочет первым узнать, как правильно провести рождественский пост и как отредактировать. Вот. Рыбу можно использовать и нужно. Я бы советовал не два раза в неделю, все-таки, а каждое утро. Тогда и вы выходите с хорошей активностью иммунной системы и хорошей работоспособностью. Самое главное, вы не замерзете ни по дороге на работу, ни по дороге с сыром. Но, какая рыба самая полезная? Это та рыба, которая имеет хорошую чешую. То есть, карп зеркальный вкусен, конечно. А карп с чешуей развитой, он более полезен. Потому что у него меньше токсинов. Он меньшим количеством токсинов наградит ваш организм. Вот. И вы будете здоровее. Потому что, если вы будете брать рыбу без чешуи, особенно рыбу, которая находится в конце пищевой цепочки, она накапливает очень много белковых токсинов. Она накапливает очень много продуктов экологических. То есть, вот химия всякая падает в водоемы. Находится в траве. И в конце, кто-то находится в конце пищевой цепочки, он накапливает в более концентрированном виде всю эту химию. Оно вам надо. Что очень хорошо, кстати, вот в этот период, можно из рыбы, из рыбьих голов и хвостов, из плавников делать холодец. Очень хорошая штука для суставов, для остеохондроза. Вы можете таким образом полечить остеохондроз позвоночника. Кому нельзя без коррекции соблюдать рождественский пост? Это женщинам до сорока и детям. Почему? Опять-таки, они просто легко замерзнут. У детей относительно высокая поверхность тела по отношению к их массе. Они легко переохлаждаются. Но женщины сами по себе ходят в принципе с холодными кистями и стопами. Это говорит о том, что у них есть и суистая дистония. И тепла в их организме образуется мало, потому что их слабая печень не может держать в жестком состоянии кровь. Поэтому тут я бы вам хотел посоветовать все-таки поредактировать. Контакты опять-таки вы видите. Можете позвонить. Что еще вы можете получить правильно соблюдая пост? Профилактика сезонного ожирения. Посмотрите, у нас на рождественский пост попадает славянский Новый год, день Святого Николая 19 декабря. У нас на этот период попадает католическое Рождество. Новый год. И подходим к нашему Рождеству православному. Четыре мощных праздника. Если у кого-то еще повезло и день рождения сюда попал, представляете, а еще день рождения друзей, знакомых, переедание вот такое достаточно частое приводит к тому, что легко набирается избыточный вес. Так вот, если вы будете правильно соблюдать рождественский пост, то вы убережете себя хотя бы на вот этот небольшой месяц небольшим от того, чтобы набрать избыточный вес. А там, глядишь, уже где-то 23 февраля, 8 марта, куча праздников, к которым хочется иметь хорошую фигуру, и вы проскочили этот сложный период, не набрав избыточной массы тела. Тоже очень хорошо. Вот. Ну, а те, кто, в принципе, имеют уже избыточную массу тела, посидев правильно на посту, они могут от нее хорошо избавиться. Если вам нужны более конкретные рекомендации, вы видите координаты, можете по ним обратиться и получить их целенаправленно под ваш организм. Вот. Что еще можно получить вот по здоровью от рождественского поста, конечно, патология суставов, патология матки, щитовидки, простата, молочные железы, они зависимы от белковых токсинов. Если вы будете правильно соблюдать рождественский пост, то заболевания соответствующие не будут обостряться. Если вы будете по-другому относиться к своему здоровью, то имеете возможность обострить вот эти все заболевания, ну, и попасть в неочередной курс лечения. Вот. Поэтому я думаю, что если вы поняли меня, можете просмотреть видео еще раз, прослушать все вот эти рекомендации, ну, я вам скажу так. Рождественский пост это хорошая диета, но при определенной коррекции. Потому что, конечно, многие относятся как максималисты к этому и начинают немножко рекомендации усугублять. Я бы предложил вам другой вариант, немножко смягчить рекомендации, то есть сделать нечто среднее между жесткими рекомендациями рождественского поста и той диеты, которую вы на сегодня имеете. Я думаю, что если вы проведете такое небольшое ограничение, но разумное, рациональное в своем питании, а по дороге можете поконсультироваться у диетолога, то вы и рождественский пост, и зиму, и весну, и весь год будете в хорошем состоянии здоровья, с хорошим иммунитетом. Не страшны вам будут какие-либо заболевания не сезонные, не вне сезонные, потому что сегодня ограничение по белкам, нет аминокислот, все, первое ложится иммунная система, а тут сезон гриппа, сезон простуд, чем вы будете бороться, чем будет бороться ваша иммунная система, если бы аминокислоты ей не дали, если не из чего ей синтезировать, интерфероны иммунного были, нечем ей бороться. Поэтому тут вот вопрос такой, нужно просто разумно подходить к тем рекомендациям, я понимаю, что рождественский пост возник в те времена, когда транспорт был плохо развит, но что вырастил, то имеешь, поэтому тут он предлагал с одной стороны сэкономить продукты, то есть растянуть их до весны, но в весну жесткий православный пост, и глядишь, и лето наступило. Кстати, вот где хороший рождественский пост, железно помогает, но опять-таки с той коррекцией, которую я вам предложил, это последние сроки беременности. Все гинекологи в один голос говорят, последний месяц беременности, рот на замок женщина должна и скромно питаться. Но вот как раз белая рыба и овощи с фруктами на гарнир, великолепный рацион для женщины последний месяц беременности, для того, чтобы она могла правильно кормить ребенка, чтобы ребенок не рос в ширину, потому что только вы сели на каши, только вы сели на хлеб, очень быстро ребенок набирает массу тела, а женщины его рожают. Знаете, худенького, длинненького родит значительно лучше, легче и проще, чем маленького и толстенького, потому что ему проходить надо определенным диаметром. Очень сложно. Больше того, если вы правильно будете питаться последние две недели беременности, но последние две недели, если беременность протекает все 280 дней, последние две недели женщина буквально фарширует антителами от тех инфекций, которые она знает, свое чадо. И тогда ребенок рождается здоровым, с хорошим иммунитетом и чихать им хотел хорошего смысла слова на тех бактерий, которые его окружают. Поэтому очень важный момент. И вот как раз вот такая вот коррекция по типу рождественского поста или средиземноморской диеты великолепно ложится в эту систему и помогает женщине родить. Ведь Рождество-то Христово было. И нас учат, что вот эта диета помогает фактически встретить Рождество. Все посты очень хорошо ложатся на нормальную протекающую беременность и помогают ей пройти без осложнений. Кстати, если у вас есть проблемы с беременностью, если у вас есть бесплодие, и мужское, женское бесплодие можно полечить во время рождественского поста. Там нужно просто подкрутить определенные винтики, помочь вам в некоторых моментах почистить свой организм и подготовить не просто к Рождеству Христову, а к Рождеству собственного чала, которое у вас почему-то откладывалось. По причине того, что организм мамы или папы или обоих вместе был более грязный, чем нужен для того, чтобы зачать здорового ребенка и родить его. Поэтому, если вам это интересно, если какие-то из вышеперечисленных заболеваний или состояний у вас есть или вы хотите от них избавиться, не вопрос, контакты вы видите, вы легко можете обратиться. А я пока позвоню тому товарищу, который я с ним не виделся, он живет в Соединенных Штатах Америки, мы с ним не виделись 13 лет, и он очень хотел со мной просто переговорить, меня немножко затянул это видео. Поэтому, я думаю, что он меня простит, я ему перезвоню немножко позже, ну и вы меня простите. Если вам нужно больше информации, вы видите контакты или посмотрите видео на моем канале, там их уже больше 400 на любой вкус. До следующих встреч.